Свердловские медики сотворили чудо. На операционный стол к ним попал мальчик с дверной ручкой в груди. На неё Слава Ванюшкин налетел в школьном коридоре. Врачи не просто спасли ребёнка, но и вынули фурнитуру из грудной клетки, не задев ни одного органа. Екатерина Пономарёва проведала Славу, увидела ту самую злополучную дверь и удивилась коллекцией вещей, которые медики достают из пациентов. Недалеко от средостей, не от сердца. А недалеко как недалеко? Ну это буквально сантиметр два. От такой рентген-картины сердце замерло даже у опытных врачей. Стальная дверная ручка в 10 сантиметров лежит в груди 9-летнего мальчика, в опасной близости от лёгкого сердца и аорты. После детального осмотра, вспоминают медики, у них немного отлегло. Первое заключение – пациент в рубашке родился. Мы видим инородное тело тех же самых размеров. Оно находится в плевральной полости и занимает достаточно большой объём. При этом не поранив ни сердце, ни диафрагму и нелёгкое. В областную клинику мальчика с душой нараспашку привезли из верхней пышмы. Доставать ручку из ребёнка там не решились. Кусок вошёл в тело между рёбрами. Медики Екатеринбурга проблему решили без дополнительных надрезов. Лишнюю деталь из мальчика вынули через отверстие, которое она и проделала в ребёнке. А вот и сам герой медицинских хроник. Слава Ванюшкин показывает, где в него вошла железяка. До ручки же он дошёл в школе на перемене. Мальчик играл с одноклассником в ляпке, когда налетел на дверь. С кем не бывает. Я, в общем-то, бежал. Мой друг прятался за дверью. Я уже был перед дверью. Он дверь хлопнул сильно. Вот и получилась травма. Особые боли, рассказывает школьник, и не чувствовал. Это шок, объясняют врачи. В таком же состоянии от случившегося до сих пор пребывает мама мальчика. Понять, как так произошло, женщина уже и не старается. Просто благодарит медиков за то, что Слава, её Славы, обошлась малой кровью. У него ослаблен иммунитет после курса антибиотиков, который был проведён в избежание инфекции. Естественно, ручка была в общественном месте, и кто знает, что там могло быть на ней. Восстанавливает иммунитет Слава дома, за учебниками. На занятия он пока не ходит. В школе тем временем подлечили и пострадавшую после человеческого тарана дверь. Ручку заменили на аналог более обтекаемой формы. А следом провели воспитательные беседы с ребятами. Стальной фрагмент ручки, что не дал Славе обыграть друга в ляпке, останется в больнице. Он пополнит коллекцию необычных инородных тел, извлечённых из тел детских. Здесь уже есть бусины, батарейки и даже лезвие, которые проглотил 10-месячный малыш. Вот и дверная ручка навсегда врежется и в память медиков-спасителей, и в историю детской больницы. Екатерина Пономарёва, Новости 41-го канала.